Музыка Ну что, вначале я отвечу Кратенько на ваши вопросы Которые тут Комментарии подошли Сергей Румянцев Я первый доброздоровец Геннадий Павлович Ну, ну, ну Петрович я Доброздоровец Сергей Румянцев Это на Березача Как раз мы закончили Березу Так, Сергей Нагорный Далее Петрович Как при угрозе пандемии Защититься пожилому человеку С хроническим бронхитом Спасибо Я ему ответил так Ингаляции А потом подумал И не только В первую очередь Конечно, надо разобраться Откуда этот хронический бронхит Вот оттуда Надо и начинать То есть Причины Вспомнить Когда все это дело Началось Как это протекало Далее Что вы там Кушаете Какой у вас вообще Образ жизни То есть ваш образ жизни Поддерживает Это течение Хронического заболевания Поэтому вы должны Сначала Образом жизни Его Подрубить А потом Только Потом только Что-то там Так Что-то там Думать Так С хроническим бронхитом А вот В этом случае Когда вы Свой хронический бронхит Поймете Откуда Растут ноги Как его убрать Обо всем этом Я уже Давно-давно Рассказывал Там Показывал Вот Тогда Естественно Гораздо легче Там Тот же Тмин Будет Прекрасно Работать Те же Ингаляции Будут Прекрасно Работать То есть Все это Можно Сделать Пока Пандемии Нету Никакой Пока Даже Эпидемии Нету Никакой Потому что И пандемия И эпидемия Это Все выражается В Количестве Человек Заболевших Там Ну допустим Там На тысячу Человек Пока Ничего Это Вот так Сказать Не достигнуто Согласно Установленному Медициной Там Показателям Вот И Начнет Получаться А пока Пока Вот как С хроническим Бронхитом Вот как Вы хотите Чтоб Что-то Такое Там Раз Там Принял И все Защищен Нет Такое Не бывает Вы Своей Жизни Привели себя К хроническому Бронхиту То есть У вас Дорожечка Которую Вы по жизни Протоптали И по которой Идете Она как раз И поддерживает Хронический Бронхит Это важно Понимать А вам Надо Вам Надо Изменить Эту Дорожечку Тропиночку Свою Для того Чтобы Она Пропала То есть Ее не Подпитывает Этот Хронический Бронхит И все Стоит Нормально То есть Вот в этом И заключается Здоровый Образ Жизни Любовь Харина Спасибо Большое За информацию Это Паразит Кров И Надя Подскажите Пожалуйста Я купил Авиационный Керосин Там написано Для Ламп У меня Стофилокоп На заглотке Хочу смазать Горло И не нужно Очистить По вашему Видео Его Не нужно Очищать То есть Чистить Его Или Не Чистить Его Лично Я Вот Когда Приобрел Авиационный Керосин Я его Ничего Не Чищал Керосин Авиационный Керосин Должен быть Летний Он Без Присадок Вот В зимнем Там Присадки То есть Использовать Летний Керосин Если Так Углубляться В Керосин Стафилококк Носоголодки Хочу Смазать Горло Ну и Смазывайте Горло Если у вас Стафилококк Дело в том Что еще Важно Понимать Такую вещь Если Стафилококк Концентрируется Так сказать В носоголодке Это вообще Говорит о том Что Весь Организм Давным Давно Он уже В стафилококке И И В прочих Прочих Этих Поэтому Здесь Капитально Надо Подходить Стройчаточки Плюс Еще Что там И Рассказывал Тот же Допустим Можно Тмин Использовать Тоже Можно Опять Таки Керосин Использовать Можно Использовать Дегтярную Воду Можно Использовать Эфирные Масла Можно Очень Много Чего Использовать Плюс Естественно Исключить Продукты Которые Поддерживают Это в основном Сладкие Продукты Так Далее У передачи Самого главного Была информация Что Деготь Канцероген Так Как же Быть А вот Одна Информация Есть Есть Другая Информация Вот Вы И Решаете Сами Понимаете Это Никто За вас Не сделает Этот Вот Этот Выбор Решаете Сами Кому Вы Больше Доверяете Ага Там Народная Медицина Ага Там Официальная Медицина Вот Допустим Смотрите Что бы Я лично Сделал Деготь Канцероген Хорошо Сколько Там Фактов Чтобы Было Приведено Что Люди Использующие Там Деготь Получили Отрицательный Результат И сравнить Это С народной Медицины А вот Тут Какой-то Положительный Результат Либо Как Они Поменяли Одно Дело Смотрите Если Человек Вот Использует Его В лечебных Целях Это Одно Курсы А если Он Работает На Предприятии Ну Допустим Тот же Деготь Он Выпаривает День Изо Дня Вот Изгода Естественно Что-то С ним Может Такое Произойти В этом Также Надо Разбираться Так Паразиты Глисты Наталья Остапишина Видео Очень полезное Лечебное У всех Отношений По количеству Полезной Информации И терапии От И терапии От вашего Юмора Дякую вам Родянская Украина И я Дякую Стараемся Уже Так Сказать Быть Так На Тусик Вот Чистка печени Как я делал Так Спасибо Надо Попробовать Перед чисткой Печени Попить Трояну Чая Но Мне кажется Вы залпом Масла Выпили Вы же Писали Сами Книги Что надо Пить Погладку В общем Не Знай Главное Что Потом Хорошо Было Смотрите Наша Задача Наша Задача Почему Пьется Погладку Пьется Для того Чтобы Вот Эта Ударная Доза Которую Вы сразу Стакан Масла Выпили Не Вызвала У вас Рвоты Организм Просто Напри Стоит А Когда Вы Погладку Все Это Дело Делаете Он Организм Ее Усваивает Совершенно По-другому То Это Не Вызывает Хотя Б Рвотного Рефлекса Когда Вы Сразу Много Выпили Или Глоточек Сделали А потом Еще Глоточек То есть Это Делается В основном Для того Чтобы Вот Это Масло В таком Большом Объеме Не Поступало В ваш Организм И Действовало Так Как Вы Хотите То есть Вызывало Желчегонный Эффект Но Нервотный Рефлекс Так Искандер Разбаю Как Мне Остановить Боль Желчного Пузыря Какие Рецепты Посоветуйте Поскажите Пожалуйста Вот видите Какой-то Рецепт Надо Посоветовать Для того Чтобы Боли В желчном Пузыре Не было А вот Посоветуют Если Голодание Сможете Вы Сделать Голодание Чтоб Чтоб Все Успокоилось Все Вот эти Боли Которые Там Возникают Вот Человек Поголодал И Я не хочу Сказать Что Голодание Поможет В 100% Случа Вот Я даю Голодание Но Если Он Сам Еще Поискал Это Важно Самому Над Собой Работать Тогда Бы Он Нашел Кое Что Еще Бы Возможно Даже Тоже Ну Конечно Важно Знаете Не доводить Себя До Такого Состояния Когда Уже На Все Человек Готов Идти Лишь От Него Избавиться Это Все Ясно И Понятно Как Из Этого Выйти Вот Смотрите Чтобы Я Заметил Боль В желчном Пузыре Рецепты Рецепты Первое Это Она Постоянная Эта боль Либо Возникает После Чего Приема Еды Или Еще Чего То Вот В этом Разобраться Когда Она Возникает Постоянно Это Одно Дело Если Она Возникает Там Допустим После Еды Или Еще В каких То Случах Это Совершенно Другое Дело Но Что Я Сделал Вот Тут Я бы Попробовал Бы Вот Если Так Капитально Прижало Это Голодание На Талой Воде Талая Вода Шалая Вода Растворяет Разную Ерунду В нашем Организме Плюс Само По себе Голодание Способствует Тому Что Оно Уменьшает Разные Боли Опять-таки В том же Организме Уменьшает Воспаление А А потом Уже Потихонечку Начал Все это Менять Свой Образ Жизни Чтобы Так Не Повторялось Вот Так Бы Я поступил Это Мое Мнение Так Анастасия Морозова Я сейчас Голодаю По Марве Аганистан На травяном Отваре 19 День На травяном Отваре Знаете Вот Нету Такого Понятия В Классическом Голодании Что Там Использовался Какой-то Отвар Трав Вы Просто На Какой-то Травяной Диете Сидите Вот Насколько У вас Развернутся Эти все Механизмы Трудно Сказать Но Тем не менее Вы пишите Выходит Слизь Пропал Запах Изо Рта Хочу На воде Попробовать Краткое Голодание По Брегам Но Сложное С Это Дистиллированной Водой И Морозова У меня Все равно Еще есть Спасибо вам За рекомендации Ну Я сказал Что В первую очередь Это На отварах Это Какой-то Травяной Там Курс Курс Будем Говорить Там Лечение Профилактики Естественно Будет И слизь Выходить И все Там Такое Но Развернутся Ли Механизмы Голодания На этом Трудно Сказать И Насколько Они Развернутся Так Краткие Голодания По Брегу Ну Почитайте Мою книгу Я С уважением Отношусь К Пулю Брегу Но Тем не менее Вот Рассказать О кратких Голоданиях Длинных Голоданиях И Разного Рода Голоданиях Я В его Книге Не Нашел Поэтому Я На основании Своего Собственного Опыта Опыта Массы Авторов По Голоданию Сделал Такую Книгу Чтобы Как раз Вы Были В теме Трудно Это не Трудно Геморрой У меня Все равно Еще Есть Спасибо За Ваши Рекомендации Обычно На голоде Он Проходит Не Не Знаю Тут Возможно После Возникает Или Еще Не Будем Углубляться Так Космический Литун Я Когда-то По глупости Не знаю Начал Купаться Под холодной Водой В итоге Термолегуляция Нарушилась Настолько Что Малейшая Физическая Нарушка Начинала Биваться Потом А летом Так Вообще Не знал Что Делать Так Как Организм Привыкший Что Его С охлаждением Требовалось Постоянное Охлаждение Изни Ну Знаете Вот Можно Естественно Как бы Сказать Типа Типа Действует Такой Пословица Застав Дурака Бог Убалиться Он И лоб Разобьет Важно Ко всему Это Подходить С каким-то Понятием Что Че И как Разобраться Чтоб Такого Не было В итоге Понадовалось Несколько Лет Чтобы Восстановить Термолегуляцию Организм Нормально Переносил Физическую Нагрузку Теперь Даже Летом Купасть Под горячей Водой Единственное Что Могу Себе Позволь Это Зима Походить По снегу Босиком Космический Летун А вы Попробуйте Поголодать Голодание Вот Вот Такой Отзыв Комментарий Я проживаю Жизнь Свою Я все-таки Что-то Не так Я вижу Старика Пытающегося Изменить Свою старость Но не вернувшего Молодость Я слышу Отчаяние В интонациях Усталость В попытках Тяжелое Дыхание И потухший Свет В глазах Не суждено Пытаться Сделать Свет Человека Ибо Истина Недоступна В познании Сушеств Так Тут Совсем Другое Так И тут У нас Как раз Двенадцать Ответов Разнообразных Я не буду Читать То Что Кто Отвечает Хотят Тут Различные Возражения Есть Как бы В мою защиту Но вот Говорит Даже по Интернации Человека Определяется Сущность Востребованности Ну такая Фраза Конечно Каждый Может Ее По всякому Понят Цов Цов Написал Петрович Хочет Найти Свою Истину Но не Вашу И не Мою А А в этом Есть Истина В этом Есть Истина Далее Значит Цов Цов Пишет А разве Что Не так Кто Это Не только Должен Восхвалять Кого То Но И Перечит Обязан С Вашими Трудами Я знаком Еще С Девяносто Седьмого Года Почему Запомнил Отец Умер И На Тумбочке Четыре Тома Ваших Трудов Прочитал Первый Уверовал Что можно Было Спасти Применил Много На себе Но В силу Молодости Для чего-то Другого Отпустило Так же Резко Как и Началось Много Вопросов Каждому Много Объяснений О каждого Мы Индивидуальные И каждый Сам По-своему Индивидуальные Каждый Сам По-своему Нам Даны Общие Направления Жизни По Библии И Корану Но Каждый Сам Выбирает Своё Кстати Скажите Где Синтезируется Природный Интерферон В организме Человека И вы Подскажете Истинную Людям Вот смотрите Что бы я Хотел Вот этот Мне Отзыв Заинтересовал Больше всего Почему Потому Потому Что Вот То Что Я Сейчас Ответил Вы Можете Найти В моих Книгах И Раньше Когда Были Написаны Мои Книги Я Их Написал Я Довольно Таки Много Времени Уделял Тому Что Ко Мне Приходили Письма И Я На них Отвечал Как-то Комментировал Искал Ошибки В чём Человек Недоработал Или Вообще Неправильно Там Работал Поэтому Вот Дзов Он Как раз И Подтолкнул Меня Вот К тому Чтобы Разбирать Ваши Ошибки То есть Те люди Которые Прошли Какой-то Путь Довольно Таки Ну Солидный И Они Могут Поделиться Своим Опытом Что У них Получилось Что У них Не Получилось Почему Вот Не Получилось Мы Вместе Разбирали То есть У меня Действительно Не Семь Там Пядей Во Лбу Я Себя Не Считаю Там Гуру Таким Но Тем Тем Не Тем 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 Здесь Здесь Люди Есть Уникальные Которые Думаю Побольше Меня Там Знают Им Будет Интересно Именно Знаете Как Вы Сказать Не С Первокашками Там Поговорить Как Там Пишутся Буквы А Уже Поговорить Там О Более Тонких Каких-то Материях Интересных Вещах Скрытых Пружинах В Нашей Жизни Которые Влияют А Почему Человек Не Выздоров А Что С Ним Так С С Где Он Там Недоработал Или Это Суждено Было Ему И Как Это Узнать Как Это Все Знаете Это Определить Жизнь Очень Сложная Вещь И Естественно Мы Очень Упрощенно Относимся К К Своему Здоровью Да И К Своей Там Жизни Не Видим Тех Пружин Которые Знаете Вот Закономерно Нас Ведут В Ту Или Ситуацию Мне Например Много Становится Понятно Что У нас Там В мире Творится Почему Творится И Что Дальше Будет И Что Для Того Сделать Чтобы Этого Не Был Но Здесь Должно В Первую Чуть В Мозгах Произойти Переворот Должно Быть Осознание Действительно Где Правда Где Ложь Вот Вопросов Действительно Очень Много На Которые Надо Бы Ответить И Вот Если Такое Желание Есть Я Как раз Написал Дзов Дзов Значит Что Вы Затронули Сложный Вопрос И Опишите Не Поленитесь Что И Чего Это Ну Тут Как раз Ответил И час Назад И 50 Минут Назад Сложный Вопрос Во всем Что касается Индивидуальности Каждого Человека От Чего Где И от Кого Он Родился И Этот Раз Вопрос Можем Разобрать И Продолжение Бесконечности Вопросов Бытия Ну И тут Можем Поговорить Индивидуальность Каждого Не должна Быть Рассмотрена В общих Формах И Это Заблуждение Согласен Теперь Следую Это Мои Заметки Мои Наблюдения Я Уделял Этому Особое Внимание Ради Интереса Занимался Выращиванием Птицы Нет смысла Сравнивать Стране Животных По их Структуре И особенности Но все же Перед Убоем Всегда Определяю Определенную Закономерность Развития Каждой Особи Уже знаю Что будет Потом После Убоя Короче Упитанные И имеющие Более Высокие Показатели По весу Хорошему Внешнему Виду Качеству Мяса Имели Здоровый Тонкий Кишечник Я не могу Объяснить Особенности Каждого Ибо Условия Были Одинаковые Для всех Но Это Обращает Внимание Сразу Тех Кто Имеет Меньший Вес Кишечник Дистрофирует Но Разве Имеет Утолщенную Форму Чем Это Связано Не знаю Но Есть Мысли А что Там Связано Есть Мысли Вообще Внешнее Здоровье Ну Если Вот так Чисто Брать Зависит От Нашей Пищеварительной Системы Строительный Материал Чем Будет Он Качественнее Тем Естественно Наше Тело Будет Лучше Далее Пищеварительная Система Это Костянное Отражение Нашего Иммунитета Потому что Все Завязано Иммунитет Пищеварения Острота Ума Тоже Все Это Завязано На Особой Функции Жизненного Принципа Желчи Будем Так Говорить Которая Должна Быть Нормально Выражена Вообще Так Вот Если Все Это Нормально Выражено И Пищеварение Отменное И Иммунитет Отменный И Естественно Голова Варит Отменно Так Это Я Уже Начинаю Отвечать С Чем Это Связано И так Далее Далее Видать Все Так Дзов Зацепило Так Если Конечно Интересно У здоровой Особи Печень Имеет Светло Розовый Цвет У других Темно-коричневый Так Ну Это Пошло Тут Про Птицу Развитие Блокировка Жизненного Процесса Рисунт Продолжение Жизни С Это Рисунт Продолжение Так Далее Природный Интерферон Вырабатывается В тонком Кишечнике Борьба Со Всеми Вирусами Происходит Только Там Ибо Там Происходят Все Химические Моменты Жизни Ну С чем Я не Согласен Химические Моменты Жизни Представляете Вот Когда Если Б Я Не Голодал Я Б Подумал Что Так И Должно Быть А Когда Я Голодал Ничего Там Не Происходило Там Происходили Свои Собственные Процессы Жизненные Процессы Происходят В клетках У нас Человек Состоит Из клеток В первую очередь В клетке Но За клетками Мы забываем То что Организм Построен Во Я Это Не клетки Я Это Не кости И это Больше Вещь Мне бы Хотелось Узнать Следующее Это Сколько Вашему Отцу Было Лет Далее От чего Он Лечился Далее Третий Вопрос Какие Хронические Заболевания У него Были Четвертое Что Он Делал Из Этих Книг Вот Что Он Делал Обычно Человек Что-то Делает И говорит Делится Своим Мнением Так И так После Этого Следующий Вопрос Уже К вам А что Вас Вдохновило Заняться По моим Книгам Что Вдохновило Что Именно Далее Что Вы Делали Что Получилось Что Получилось Да И Ну Можно Так Такой Вопрос Сказать И почему Вы Остыли Я Вот Делюсь С вами Я Занимался Многими Вещами Знаете Как уроки Своего рода Я их Прошел Из них Я Отобрал Для себя Соответствующую Шкалу Ценностей Как бы сказать Инструменты Которые Желательно Применить В том Или ином Случай Для себя Для того Чтобы оставаться Ну более Менее здоровым Я не говорю Что я тут Какой-то там Идеал И так далее Но тем не менее Как я уже говорил Я слежу За своим здоровьем Чтобы мне Было В своем Теле Комфортно Жить Комфортно Это Что касается Здоровья Далее Я пользуюсь Своим Собственным Умом Для того Чтобы мне Было Комфортно Жить В нашем Обществе Концовка Такая Мне бы Хотелось Вот Особенно Выслушать Тех Людей Которые Даже Не обязательно Там сказать По моей Системе Занимались Которые Вообще Занимались По тем Или Иным Системам И Допустим Получили Положительный Результат И Как бы Сказать Ну Хотя бы Кратко Как-то Описали Основное Что они Считают Что это Принесло Им Вот этот Положительный Результат И те Которые Получили Отрицательный Результат Скакали С одной Системы На другую И искали Что-то И стянули Туда Сюда И Вот Это Вот Вот В этом Хотелось бы Немножко Поработать Дабы Чтобы Когда я Начал Заниматься Я понял Что за чистками Организма Идет Что-то Дальше Чтобы это Все закрепить Дальше Там Питание Ага За питанием Там дальше Идет Значит У нас Допустим Движение Ага За движением Там что-то Идет Дальше Ага Перестройка Вообще Собственной Собственного Мировоззрения Как это Сделать С чем Вы столкнетесь Ну и Многие Другие Моменты О которых Просто-напросто Нету Случая Для того Чтобы Поговорить На эту тему Так иногда Я на прогулках Там рассказывал О чем-то Там Таком Можете Посмотреть Я хочу Сейчас Так подвести Пока Наше Сознание Не Созреет Да Для принятия Определенных Решений И воплощения В жизнь Вот эта Байда Общемировая Которая Сейчас Есть Она так и Будет Твориться Человек Человеку Будет Враг Я живу Не в Америке А в Европе Враг Я живу В Европе Ага Не немецкий язык Враг Я живу В России Не сделал Прививок Враг Смотрите Как сталкивают Лубами Я уж не говорю О вере Или еще О чем Вот так вот Людей делают Врагами Друг Друг А потом Мы удивляемся Что там Такое Вы знаете Что я автор Многочисленных Книг По естественному Оздоровлению Организма Если вас Какие-то Книги Заинтересуют И вы Хотите Их Приобрести Пожалуйста Обращайтесь Ко мне На мою Электронную Почту Цены Вас Приятно Удивят Плюс Моя Бесплатная Библиотека Всегда Открыта Для вас